С новостями культуры в студии телеканала 24KZ Светлана Фортуна. Здравствуйте! В ближайшие пять минут я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях. В Алматы проходит уникальная мультисенсорная выставка «Великие творения Леонардо да Винчи». Экспозиция посвящена жизни и творчеству великого мастера и реализована с помощью современных компьютерных технологий. Возможность прикоснуться к высокому искусству получила алматинская публика. Мультимедийные галереи «Спейс» ценителям прекрасного представили экспозицию, состоящую из работ истинного гения Леонардо да Винчи. Выставка посвящена жизни и творчеству великого мастера. Она была реализована при помощи технологии Sensory for TM, которая и позволила гостям галереи лицезреть анимационную графику в сочетании с кинематографическим звуком. «Очень интересная вообще задумка. Интересно именно то, что ты смотришь не просто картины, что это музыкальное сопровождение, это погружение полностью, наверное, в мир того, что было когда-то. Интересно именно полностью то, что ты погружаешься в круговую, в мир картины этого искусства да Винчи». Выставка была создана компанией Grand Exhibition при помощи французского изобретателя и учёного Паскаля Коте. Использованные для экспозиции материалы были признаны самым подробным и полным исследованием деятельности Леонардо да Винчи. Выставка привлекла к себе много внимания. Погрузиться в атмосферу эпохи Возрождения будет интересно как сценителям творчества художника и изобретателя, так и простым обывателям. «Что меня больше всего впечатляет, действительно, первое его открытие, первое совершение. И сама та мысль, как человек, живущий в те времена, мог быть настолько разносторонним, придумать и воплотить в реальность. Очень многие произведения, как искусство, так и инженерные разработки, это очень здорово». Это уже не первый подобный проект мультимедийной галереи Space. Не так давно закончила свою работу выставка, посвящённая творчеству Ван Гога. Великие творения Леонардо да Винчи в свою очередь были представлены в Алма-Ате при содействии римской коммуны, коммуны Флоренции и Чита де Венеция. Насладиться работами гения жителей и гостей Алматы смогут до 5 февраля 2015 года. Вечер камерной музыки представили в Малом зале Театра Астана Опера. Здесь состоялся концерт Армана Мурзогалиева и трио «Рэми». На месте события побывала наша съёмочная группа. Подмоски театра заполнили звуки шедевров ушедшего века. В концертной программе прозвучали произведения композиторов, живших и творивших с 19 и первой четверти 20 века. В частности, гости вечера услышали творения Берджика Сметаны, Антонина Дводжика, Густафа Малера и Йозефа Сука. Концерт классической музыки был исполнен трио в лице скрипача Армана Мурзогалиева, виолончелиста Алексея Найденова и пианиста Ерлана Мансурова. Коллектив объединил музыкантов высочайшего класса. Ерлан Мансуров известен в Австрии, Японии и Великобритании. Его игра отличается точно передачей музыкальных образов. Алексей Найденов – фаворит крупнейших международных фестивалей камерной музыки. Идейным вдохновителем трио выступает Арман Мурзогалиев. Он создает такой замечательный ансамбль трио реми. Как бы увековечить имя, прозвище своего прадеда. Это потомок семьи Шаниных, династии, знаменитой творческой династии Шаниных. Арман Мурзогалиев является прямым потомком по материнской линии. В концертной программе также были представлены произведения австрийского композитора Густафа Малера и немецкого композитора Роберта Шумана. Поддержать своих коллег в этот ответственный день пришли коллеги – музыканты из Астаны. Альтист Дастан Балагумаров и скрипачий Рьмек Магавин порадовали столичную публику своей блистательной игрой. Окружайте свою жизнь только интересными событиями и замечательными людьми. Это были новости культуры. Также вы можете увидеть нас на сайте 24.kz. Не прощаемся. Субтитры создавал DimaTorzok